Я создал свой институт куантрогенетики. Частная структура, которую нельзя так просто закрыть. Мы занимаемся, потому что имеем право заниматься. Придраться нельзя. Если я в Академии наук, то всегда можно придраться. Назвать, что это лженаука и так далее, и так далее. Там всячески меня, как это делается в интернете, всячески меня чернят. Зачем им это? Естественно, лучше погубить это направление и все. Проще всего поступить. Так они и поступают. Они говорят, нет, там нет ступенек, только вот здесь, все здесь, на этой ступеньке. Потому что тут наша зарплата, тут наши посты, наши кресла. Естественно, да? А тут надо переучиваться. Вот меня пригласили в Амский университет, ну выше нет уже. Там дали группу, главные научные сотрудники, аспирант у меня, значит, деньги на оборудование, аппаратура, все есть, начали работать. Полгода работали, успели, слава богу, опубликовать ключевую работу, которая вызвала скандал. Звонок от Фортова, прямо ректору звонит, чуть ли не среди ночи. У вас там эта самая группа Горяева разогнать. И все, пришлось уходить оттуда. Значит, одна группа, а там еще, до этого еще две группы были разогнаны, не хочется даже вспоминать. И, наконец, я четвертую группу создал в Нижнем Новгороде. Ребята медики, очень толковые. Я выступил там в Нижнем Новгороде. Они говорят, давайте мы ваши канадские эксперименты повторим, потому что им никто как бы не верит. А мы там доказали, что можно регенерировать поджелудочную железу, если она убита, а есть яды, которые убивают поджелудочную железу. И крысы погибают от диабета первого типа. Ну, давайте, ребята, только для этого вам надо купить лазер. Они нашли эти деньги, купили лазер. Я приехал, обучил всему, как работать. А дальше они сами молодцы. Да, поджелудочную железу регенерировали у этих бедных крыс, которые погибали от диабета. У них не было поджелудочной, а она у них регенерировала. В Торонто, как только мы это получили, у нас быстренько хоп. Ребята, спасибо, до свидания. Они хапнули все, что могли. Они забрали лазеры, технологию, все эти отчеты наши, все эти протоколы, все. То есть нас просто обворовали. Элементарно обворовали. Мы знали, на что мы идем. Важно было доказать, что мы можем передать гены на расстояние. Потому что там, в Канаде, в Торонто было все. Тем более, что мы работали в институте проблем управления, которое вообще не предназначено для биологических экспериментов. По крайней мере, мы сейчас как раз на этом пути. Потому что мы умеем менять эти программы, программируют, например, стволовые клетки человека. Это работа со стволовыми клетками. У нас у всех есть, каждый орган, каждая ткань располагает своими стволовыми клетками. Это клетки, которые бессмертные, во-первых. И они живут в режиме приема информации. Вот как им организм скомандует, так они и поступают. И они заменяют старые клетки на молодые. То есть идет регенерация на клеточном уровне. Но на органном уровне она идет у нас только... Вот у нас регенерировались только три вещи. Ногти, волосы и печень. А если вы потеряли палец или руку или ногу, то регенерации не будет. А у низших биосистем, например, саламандры, осьминоги, медузы и так далее. А они очень хорошо регенерируют. Если вы хотите излечиться, то, конечно, лучше всего взять вашу собственную пуповинную кровь и вашу плаценту при рождении. Но поскольку этого пока никто не делает, то эта пуповинная кровь плацента, она будет источником информации для вашего оздоровления, омоложения и так далее. Значит, поскольку вашей нет, то берете детей ваших собственных или внуков и берете у них пуповинную кровь при рождении и плаценту. Кусочек плаценты из любого места и там полтора-два миллилитра крови пуповинной. Все. Это источник драгоценной информации, которую мы будем использовать для вашего лечения. И потом есть случаи, например, стремительное старение людей. Я сейчас не помню название этой болезни. Дети в 14-13 лет выглядят так, как будто им 90 лет. Вполне возможно, что гены обладают речеподобными свойствами. Человеческие гены – это речевые структуры. Речевые. Не все, наверное, но, по крайней мере, большая часть – это речевые структуры. Мы изучали специально их методом математической лингвистики и показали, что они обладают свойствам фрактальности. Человеческие гены и человеческая речь. Мы сравнивали тексты человеческие и генетические тексты. Вот человеческий текст, какую-то книгу взял, и генетический текст. Буквы там буквы. И вот эти буквы, если проанализировать, методом математической лингвистики, то оказывается, что получается фрактальная картинка. У меня все это, вот в моей монографии, второй и третий, это все нарисовано. Значит, человеческая, значит, судьба человека, судьба генеза, развития его, стволоклеток, в что-то, во что-то, зависит еще и от того, что эти гены говорят. Грубо говоря. Но на своем языке. Не надо так примитивно думать, что там человеческая речь, на русском, английском и так далее. Но грамматика одинаковая, как хомские. Это крупнейший лингвист современности. Он говорит, что все языки имеют одну грамматику. Даже китайский. Короче говоря, гены могут давать словесные команды. Работали, работали, работали и подошли уже к технологии, которая позволяет программировать стволовые клетки человека. Вот то, куда вбухивают миллиарды долларов, сейчас в песок, идет отмывка денег. Потому что попытки программировать стволовые клетки, используя старые знания по генетике, невозможно. Старая генетика сделала свое хорошее дело, и это ступенька. И дальше, значит, если вы будете оставаться на этой ступеньке, вы будете топтаться на месте, как сейчас и топчутся. Продолжение следует... Продолжение следует...